Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас, как вы уже понимаете, мукбанг. Здесь у нас фрукты, оливки, огурчики, обычный хинкал с мясом. Здесь у нас кефир и напиток. Зачем я притащила стакан, если можно пить прямо отсюда? Уже, конечно же, вся заляпалась. Я буду пить прямо так. Отсюда, из горлышка. Рассказывайте, как ваши дела? У меня на бумажном канале стукнуло 200 тысяч подписчиков. Мне порой кажется, что скоро тот канал по количеству подписчиков и просмотров обгонит этот. У меня там последние видео набирают 150 тысяч. Видео есть, которое недавно сняло 327 тысяч просмотров, прикиньте. Так, знаете, я не заходила, не заходила, раз зашла и такая офигела от просмотров, господи. Надо побольше туда снимать, потому что такие просмотры шикарные. Продолжаем искать машину. Но, естественно, уже не такими темпами, потому что и у брата времени нет. У него в последнее время много заказов, много работы. Как только купим, первое, что я сделаю, выложу к себе в инстаграм. Последнюю неделю не так активно, если честно, еще. Только одну машинку посмотрели. И то ее тоже специалист не порекомендовал покупать, так скажем. Вот, а так не сильно. Зато у меня каждый день вождения уже у меня получается значительно лучше. Уже нету какого-то страха, я себя комфортно чувствую за рулем. Вы знаете, я смотрю на девочек, которые после меня водят. Там, знаете как, девушка, которая водит после меня, она отвозит меня домой. Прикольно, да? У меня есть возможность посмотреть на других девушек, которые тоже начали водить. И вы знаете, иногда бывает у человека там третий урок, и она прям хорошо водит. Нету страха, комфортно себя чувствует. То есть, понятное дело, что человек покупает занятия с инструктором, если он не умеет ездить. Но тут, знаете, дело в чем? Есть люди, которые хорошо схватывают, а есть люди, до которых долго доходят. Я, наверное, больше в категории, до которых доходит долго. Очень туго. Уже вчера мы водили в такой достаточно сложной пробке. Когда машины тебя прижимают и слева, и справа. Правда, немного просто, потому что они видят, что машина с инструктором. Там огромными красными буквами написано, что это обучающие уроки. Уроки. Ну, Тайлим написано. Поэтому люди как-то немножко даже на дорогах уступают. Но я просто на минутку думаю, у меня, например, машина будет не такая. Эта машина маленькая, ее легко водить. Она небольших габаритов, помещается практически везде. А моя машина будет, дай бог, большая. Уже никто на дороге тебе уступать не будет, потому что ты... Очень... Но самое главное, даже если у меня там будет авария или что-то, главное, что у меня появляется уверенность в себе. Где-то не так вырулю, еще что-то. Но все равно я понимаю, что я уже не боюсь. Вот я переборола этот страх. Вот это могу сказать на все 100%. Я переборола этот страх. Мы едем, едем, и вдруг встречаем по дороге прошлых учениц моего инструктора. И они уже абсолютно спокойно на дороге едут. Прекрасно себя чувствуют. Она в основном преподает именно девушкам. Объясняет очень хорошо. Одно и то же движение заставляет тебя сделать, например, 10 раз. И ты уже привыкаешь. Я поставила в инстаграм вопросник. И сейчас немножко поотвечаю на ваши вопросы. Но вы знаете, здесь очень много однотипных вопросов, на которые я не хочу отвечать. Но почему-то эти вопросы не перестают поступать. О многих моментах я говорила уже в инстаграме. Я не хочу целое видео посвящать этому. Расскажи интересные истории из универа. Давно не рассказывала. Честно, сейчас даже в голову ничего не приходит. Просто что я заметила, могу сказать. Как-то лазила я в тиктоке. Вижу видео с очень крутой BMW. И внизу там в тиктоке написано, этот человек есть у вас в контактах. Я такая, в смысле? Точнее, нет. Там написано, у этого человека вы есть в контактах. Я такая думаю, кто это мог быть? Захожу. А там видео только с машины. Потом перехожу на инстаграм. Смотрю. Мой одногруппник, прикиньте. И вообще я могу отметить, что все мои одногруппники, одногруппницы очень хорошо устроились по жизни. Ну, по крайней мере, кого я вижу. И у нас на самом деле универ такой достаточно слабенький. То есть все поступали с небольшими баллами, так скажем. И вот. Я вам могу сказать, что это не показатель в жизни абсолютно. Мне кажется, беднее всех живу я. Все где-то работают. Да даже где надо работать, чтобы купить такую тачку? Ну, я немножко удивляюсь. И я рада, клянусь, я очень рада своих одногруппников, что у них все в жизни получилось. Не могу сказать, что вот прям все создали семьи, у всех дети и так далее. Но то, что все живут классно, и это не может не радовать. Не знаю, чем они занимаются, как они зарабатывают себе на жизнь, но все живут очень хорошо, и это не может не радовать. Ну, я училась изначально в частном гуле. Возможно, связано с этим. Почему сестра не приехала? Она должна была действительно приехать. Мы уже все запланировали. Я даже купила столько всего для видеообмен подарками. Уже запланировала, как что будет. Наснимала даже контентом видео. Но, к сожалению, в последний момент из-за ПЦР-тестов так получилось, что они не смогли приехать. Я вам, по-моему, рассказывала об этом или забыла сказать, возможно. То есть у них вроде как нету вакцины, а без вакцины к нам не пускают. Или с их вакцины к нам не пускают. В общем, не знаю эти тонкости. Но знаю, что из-за этого не получилось приехать. Очень жаль. Но ничего. Приедут летом. Наоборот, думаю, даже хорошо. Летом приедут. Я как раз научусь на тачке нормально кататься. Я куплю машину. Мы будем отдыхать. Можно на какие-то пляжи поехать. А что зимой делать? Зима тоже у нас. Сегодня 15 градусов. Вообще жара. Я не знаю, пальто одевать, куртку. Надо какую-то тоненькую куртку купить. Большая феху. Многие просто кушают ее внутренности. Вот так я. Я думаю, что летом намного больше развлечений будет, нежели зимой. Поэтому, возможно, и к лучшему, что их поездка отложилась. Когда мы были маленькие, папа постоянно ехал в поездки в разные страны. Всегда нам привозил фейху. Прямо коробками привозил. И брат просто со скоростью света это все съедал. А вот эту кожуру не кушал. Только внутренности. На этом все, мои хорошие. Мне уже надо потихоньку выходить. Я иду на вождение. У меня предпоследний урок. Еще буквально пару уроков. И все. Я заканчиваю с вождением. И уже дальше, наверное, мы с инструктором будем проходить все на моей машине. Я куплю машину. Потом опять куплю уроки у инструктора. И она просто сядет в мою машину и будет меня обучать водить, парковаться и так далее. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всем пока!